Восьмой рассказ серии «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин-Сибиряк. Морок. Зачем Никеша поднимался ни свет ни заря, на чумлянском заводе этого никто не мог сказать. А он все-таки вставал до свистка на фабрике, точно службу служил. Поднимется на самом брезгу, высунет свою лохматую голову в окно и глазеет на улицу, как сыч. Добрые люди на работу идут, а Никешка в окно глядит и не пропустит мимо ни одного человека, чтобы не обругать. Особенно доставалось от него соседям, старику Мирону и дозорному Евграфу Ковшову. Мирон жил рядом, а Ковшов напротив. «Пропсти на тебя нет, Никешка», — говорил Мирон при каждой встрече и укоризнью накачал головой. «Погляди-ка, ведь седой волос занялся у тебя в бороде, а ты все не в людях человек. Хошь бы уж помер, право. — Сперва погляжу, как вы передохнете», — отвечал Никешка с обычной дерзостью. «Получше других человек завелся, так вам бы в ноги ему кланяться». «Так я говорю? Вот ты, Мирон, за дочерями, ты гляди в оба, чтоб прибыли какой не вышло». «Никешка!» «Я давно Никешка!» «Тьфу! Собака есть собака!» Старый Мирон, благочестиво отплевавшись, поскорее убирался в свою пятистенную избу. Ему было всего пятьдесят лет, но на вид старик стариком. Сказалась тяжелейшая огненная работа, на которой человек точно выгорает. Давно ли Мирон жил паном? Дом был полная чаша. А потом разнемокся, и все богатство сплыло. Правда, осталась старуха-жена, да три дочери и только. Были два сына, поженились и ушли своим домом жить. Таких стариков до времени в Чумляцком заводе было много, и везде повторялась одна и та же история. Другой сосед Никешки, Дозорный Ковшов, жил крепко и богател тугим мужицким богатством. Попав в заводское начальство, он не забывал себя. Поправил домишко, обзавелся скотиной, купил ведерный самовар и быстро начал толстеть. Одним словом, человек попал на легкий хлеб и жил в свое удовольствие. Благополучие Ковшова отравлялось только соседством Никешки, который не давал ему проходу. Чтобы не встречаться со своим врагом, Ковшов уходил иногда на фабрику огородами. Точно вор. Но все равно никакая политика не могла спасти его от Никешки. Идет Ковшов с фабрики, с правилом в руке и старается не замечать своего соседа. Но Никешка уже орет на всю улицу. Евграф Палычу сорок одно с кисточкой. Эх, сосед, айда ко мне в помощники. Я ничего не делаю, а ты помогать мне будешь. Сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах довольно трудно, и Ковшов должен был ругаться. Острог-то давно о тебе плачет, Никешка. Мотри, не ошибись, только даром меня проводишь в своей избушке. А вы, Евграф Палыч, слава богу, мучки оржаной возик купили, не унимался Никешка. Где господь железяка пошлет, где бревнышко подвезут даром, где что, а хорошему человеку все на пользу. Вот какие хорошие люди-то живут, у скотинки хвост трубой, в сундуках добро не переворотишь. А бедно так кланяется Евграфу Палычу, потому как он сам перед начальством хвостом лют вилять. Так я говорю. Собаки чужие не лают на Евграфа Палыча, дым у него из трубы с толбом идет. Тьфу, окаянная душа. Все, что делалось в доме Ковшова, Никешка знал лучше, чем свои собственные дела, и оповещал всю улицу. Евграф Палыч жене палевый платок купил, а себе завел сапоги со скрипом. У Евграфа Палыча сено само на сарай приехало. Евграф Палыч лошаденку новую собирается купить, потому что старым лошадям делать нечего. И так далее, и так далее. Выведенный из всякого терпения Ковшов несколько раз хлопотал, чтобы общество выключило Никешку из своего состава. Но эти подходы не удавались. Даже выставленное волосным старичкам вино не помогало. Выдерут Никешку и только. Секрет заключался в том, что Никешка был отличный конский пастух, и ни одну лошадь не даст украсть. Так и жил Никешка в своей проваленной избушке, покосившейся на один бок. Делать запасы дров он не имел привычки, и помаленьку топил печь разным домашним строением. Сначала сжег амбар, потом баню, прясло и даже ворота. А теперь принялся за крышу, стащит дранницу и в огонь. Жил он бобылем, и единственную живность в его хозяйстве составляла сивая кривая кобыла. И скотина была по хозяину. Зиму и лето жила под открытым небом. А питалась, чем бог пошлет. Была у Никешки жена. Было хозяйство. Но все это ушло при ближайшем участии закадычного приятеля Никешки, кабачика Пимки, который не только перевел за себя все, что можно было взять у Никешки, но по пути захватил его жену Маланью. Когда друзья напивались, они начинали колотить несчастную бабу вдвоем. На заводе Никешка известен был под именем Морока, и это прозвище он носил не без достоинств. Только соседи называли его просто Никешкой. Вторая Ласковое апрельское солнце едва занималось, а Никешка уже сидел у своего окна и глядел на улицу. Уральская весна поздняя, и несмотря на последние числа апреля, кое-где еще лежали кучки почерневшего и точно источенного червями снега. Весенняя грязь за ночь покрылась тонким слоем льда, который хрустел и ломался под копытами лошадей, как стекло. Накопившаяся за зиму дрянь, которую чумляцкие обыватели выкидывали за неимением помойных ям прямо на улицу, теперь точно вылезла из земли и задерживала таяние последнего снега. Никешка смотрел вдоль улицы на новую крышу новой избы Ковшова и любовался собственной кобылой, которая не без ловкости подбирала отвислыми старыми губами клочки гнилого сена, валявшегося на улице. «Ты тварь! Только чем подумаешь жива?» удивлялся Никешка добычливости своего единственного живота. «Не хочет помирать, подлая! Брехто, видно, не зеркало!» Пригретый весенним солнышком Никешка задумался о лете. «Вот пройдет с гор вода, и везде-то займется трава, поведут тогда все лошадей в пасево. Выйдет он, Никешка, на своей кобыле, как следует пастуху. Лето-то и пройдет, шутя!» Кобыла всегда успевала отъедаться к осени, хотя и летом Никешка не считал нужным ее кормить. Сама должна себе пропитань добывать, на то она и кобыла. Деньгами корм скотине тоже не укупишь, как делает Ковшов и другие толстосумы. А солнышко так и греет, так и греет. Смертная лень одолела Никешку, высунул башку в окно и сидит. Скоро вот на фабрике свисток завоет. Народ побежит на работу. Дураки! А Никешка будет сидеть да поглядывать. Когда надоест сидеть, пойдет к пимке. Не подвернется ли какой хороший человек? Никешке тоже иногда перепадают дровые стаканчики водки. Загуляет человек. Что ему стоит угостить? Бывает, что и Никешка пригожается. Худ-худ, а без него тоже дело не обходится. Задымили печи у проворных хозяек. Поднялся медленный шум закипающего дня. Напахнуло крепким весенним ветерком. Никешка зажмурился от удовольствия. А его широкое бородатое лицо с заплывшими глазками даже покрылось маслом. Кобыла, набившая себе брюхо разной дрянью, тоже дремала на солнышке. И Никешка еще раз подумал. Ишь, подлая тварь, чувствует. А свисток уж скоро. Никешку позывает на сон. Голова свешивается, как отшибленная. И солнце греет теперь только самую макушку с поредевшими темными волосами. Никешка, Морок! А? Что? Эх, вас взяло! Мочит Никешка, стукая с головой о верхний косяк окна. Ну? Недавно ослеп. Без очков-то не видишь? Повторяет тот же сердитый голос. Что? Что? Что глядеть-то? Ишь, расшеперился. Невелик в перьях-то. А ты не караешься, Морок. Добром тебе говорят. Куда дел сапоги? Где ты, ведь черта, был окаянная душа? А кроме тебя некому украсть сапогов? Никешка несколько время молчал, как человек удрученный сознанием, что действительно, кроме него некому украсть сапогов. Да и старосты на лицо, и понятные. И грань, как ковшов, выбежал на улицу в одной рубахе, счастливый чужим безвременьем. Какие спаги? Какие спаги? Удивляется Никешка точно про себя. А вот тебе, Мороку, покажем, какие. Он, он украл, верно? Кричал ковшов, размахивая руками. Да вы чего с ним разговариваете? Ай да, волоки прямо в волость. Происходит некоторое колебание. Нужно все по форме сделать. Может, не найдется ли поличное? Мужики идут прямо в избу. Никешка встречает их спокойно и даже поднялся с лавки. Обыскивай. А то я и сам ничего не найду, посмеивается он. Не сговаривай зубов-то, ругается староста, заглядывая на пустые палати. И чем живет человек, а сапоги все-таки ты, Морокупер? Поищите, может, двое найдете. Обыск кончается в несколько минут. Кроме ременного пастушьего хлыста в избе ничего не оказалось. Все свои богатства Никешка носил на своих плечах. Ай да волость! Кричал в окно ковшов. В избу он не смел войти. Наверное, у Пимки в кабаке сапоги-то. Потому, кроме Никешки, некому. Известный заворуй. Из кабака не выходит. Отвяжись, судорога! Ворчал Никешка, подпоясывая свой рваный полушубок. Посоли лучше свой-то самовар. Доступай чай пить. Ну, староста, не то пойдем в волость. Ммм, и то пойдем. Равнодушно соглашается староста, быстро израсходовавший весь свой административный пыл. На улице уже столпилась куча любопытных. Все желают посмотреть, как поведут Морока в волость. В толпе баб главным действующим лицом является чахоточный синельщик Илья, который в таких случаях незаменим. Примечание. Синельщик. Красильщик. Илья кричит, машет руками и бросается в разные стороны, как бешеный. Горбон Калина, единственный чеботарь в чумляках, молча стоит со старым Мироном. Появление Морока произвело известное впечатление на толпу. Он выше всех ростом и с такой уверенностью шагает по самой середине улицы. «Мы тебе, милаш, покажем, какие спаги бывают», — повторяет староста, нежелающий дискредитировать свою власть на людях. «Горячих! Горячих ему!» — орет вдогонку Ковшов. Процессия торжественно идет вперед. Потом спускается к заводскому пруду и делает легкую остановку у кабака Пинки. Заведение пристроилось как раз на самом Юру, так что и в фабрику, и в церковь, и на базар народ идет мимо. Пимка выскакивает в простой чумачной рубахе. «Подавай сапоги!» — кричит ему староста еще издали. «А кроме тебя негде им быть!» «Да я! Ах, боже мой! Да вот провалиться! Да будь я трою проклят, ежели касательство какое!» Ленется Пимка, пойманный врасплох. «Да мало ли ко мне народу всякого шляется! Сапоги!» Пимка моментально исчезает, и в ответ на приказание староста из кабака летят искомые сапоги. Староста медленно поднимает их с земли, оглядывает и утвердительно кивает головой. «Они самые! В настоящую точку!» Как показывала Дунька Кавригина. Сапоги приобщаются к делу, и процессия продолжает свое шествие. Окруженный понятыми Никешка идет своим развалистым шагом и старается не смотреть на встречных. На повороте в гору нагоняет эту толпу мужиков веселая гурьба заводских поденщиц, которые торопятся поспеть до свистка. Никешка инстинктивно оглядывается, и один этот взгляд останавливает говорливую поденщицу. «Ты че уперся, стоп?» — ругается староста и начинает толкать Никешку в спину краденными сапогами. «Вот они, сапоги-то! Погоди, мы тебе покажем!» Но Никешка продолжает стоять на месте и старается разглядеть молодое девичье лицо, которое прячется в толпе поденщиц. «Да ведь это Даренка!» — вслух удивляется он, занятый своими личными соображениями. «Последняя у Мирона девка ахнула, а?» Ответа нет. Из толпы поденщиц выступает только отпетая солдатка Матриона, старшая дочь Мирона, и вызывающий смотрит на заворуя Морока. «Ступай, ступай!» — кричит староста, упираясь в спину Никешки обеими руками. «Эх, как дерево, подумаешь!» «Ха-ха-ха! Хоть бы ботинки украл, да мне подарил!» — смеется Матрена, подступая ближе. «Куда ты, Даренку-то ведешь, отпетая?» — как-то глухо спрашивает ее Никешка. «Никто ее не ведет, своей волей пошла. А тебе какая печаль сделалась?» Все поденщицы одеты бедно, но с тем шиком, как одеваются на заводах. Поношенные ситцевые сарафаны, подтыканы, чтобы показать юбки с пестрыми подзорами. На головах большую часть юкумачные платки. Матрена всех наряднее и смотрит кругом потерявшими всякий стыд глазами. Младшая ее сестра Дарья вышла еще в первый раз на подденную работу и одета совсем бедно. Она напрасно старается спрятаться в толпе от испытующего взгляда Никешки. Подруги ее подталкивают. Никешка быстро повернулся и сосредоточенно зашагал в гору к Волости. Загудел свисток на фабрике, и толпа поденщиц бросилась в рассыпную. Третье. В Волости с Мороком происходила всегда одна и та же история. Волосатые старички для формы устраивали короткий суд и немедленно по роли виноватого. Так было и теперь. Никешка не оправдывался, не сопротивлялся, не роптал, а принимал все как должное. Когда экзекуция кончилась, он привел в порядок свой костюм и сам отправился в холодную, где обыкновенно отдыхал до следующего дня, как было заведено давно. Но в результате все оставались довольны. «Черти, право черти!» — ворчал Никешка, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Скоро коней выгонять, так я вам покажу. Эка важность сапоги тоже нашли!» В чумляцком заводе Никеша играл оригинальную роль единственного вора и при каждой пропаже отправлялись к нему, потому что больше некому украсть. Если приходили вовремя и находили поличное, как в данном случае, он покорялся беспрекословно. Если удобный момент был пропущен и краденая при посредстве кабачика Пимки уплывала в неведомые бездны, Никешка запирался, начинал ругаться и буянить, но его все-таки пороли, держали на выседке больше обыкновенного. «Единственный вор на весь завод. Значит, чего с ним толковать? Случались серьезные дела, как у вот лошади. Тогда Никешку предварительно колотили, долго и больно колотили, а потом пороли и сажали в карц. Эти шалости обыкновенно совпадали с зимним глухим временем, когда у Никешки не оставалось никаких ресурсов для существования, кроме сивой кобылы, которую он обыкновенно менял на цыганский манер с придачей. Но к весне, когда нужно было выгонять лошадей в пасево, кобыла непременно являлась в руках Никешки, и он горцевал на ней с пастушей ухваткой. Эта кобыла заслуживает внимания не меньше хозяина. Она не давалась в запряжку, а если ее все-таки запрягали, падала в оглоблях. На себя она тоже никого не пускала, била задними ногами, кусалась и в заключении опять падала. Справлялся с ней один Никешка. И теперь, засаженный в холодную, он думал о своей кобыле, которая осталась без всякого призора. Положим, она никуда не денется, но все-таки было жаль. И так Никешка лежит в холодной и сосредоточенно молчит. Сначала он думал о своей кобыле, а потом припомнил солдатку Матрёну. И точно что его кольнуло в самое сердце. Зачем Дарёнка пряталась от него давеча? М-м-м, на погибель вела ее солдатка. Уж какая девка, ежели в паденщину попала, вся чужая. Плохо видно Мирону приходится, если он последней дочери не пожалел. Сплоховал старик, думает Никешка, закрывая глаза. Надо бы повременить. Может, какой бы жених выискался на Дарёнку. К фабрике у Никешки было какое-то органическое отвращение. В крепостное время, когда насильно гнали народ на огненную работу, он один отбился от фабрик, несмотря на то, что его и пороли, и морили выседкой и сдавали солдаты. Ничего не помогало. Заводское начальство махнуло на него рукой, как на отпетую голову. Каково же было удивление этого начальства, когда после воли первым на фабрику явился Никешка. Он точно переродился и проработал лет пять как следует. Появился у Никешки свой домишко, хозяйство, и в заключении он женился. Всё шло хорошо. Но когда на фабрике поставили первую паровую машину, Никешка точно сдурел. Явился к управителю и заявил, что больше работать не будет. Почему? — удивился управитель. А так, что ж, собака я, что ли, чтобы буду вам по свистку на работу выходить. Да ты с ума сошёл. Всё равно толку не будет. От свистка? От его самого. Как сказал Никешка, так и сделал. Не хочу и всё тут. Паровой свисток действительно нагонял на него какую-то тоску и озлобление. Каждое утро Никешка ждал того момента, когда загудит его враг. О, чтоб тебе подавиться! — ругался он, посиживая у окна. Даже в посеве, верст за пятнадцать от завода, Никешка не мог избавиться от проклятой немецкой выдумки. Свисток всё-таки гудел, далеко-далеко гудел, точно под землёй. Нажитое добро было прожито с поразительной быстротой, и Никешка окончательно попал на свою линию единственного вора. Жена Маланья ушла жить к кабачику Пимке, а Никешка остался со своей сивой кобылой и всё сидел у окошечка. В его душе сформировалось непоколебимое убеждение, что от заводской работы никакого толка не будет. А лошадей пасти можно было только летом. Подтверждением его первой мысли была та же история семьи Мирона. Вот человек работал, выбивался из сил, а под старость всё-таки пошёл по миру. Другое дело — егранька Ковшов. Он такой же заворуй, как и Никешка, только ворует с поклоном. Таким образом, всё зло заводского существования для Никешки сосредоточилось в паровом свистке, и он не хотел ничего знать. И дарёнку он пожалел потому же. Под свисток пошла. Пиши, пропала. Уж если мужику пропасть, то девки вдвое. Четвёртое Наступило лето, а, следовательно, морок горцевал на своей гнедой кобыле, помахивая длинным пастушьим хлыстом. Все зимние грехи точно растаяли вместе со снегом, и Никешка не спал ночей, оберегая общественное добро. Конское пасево было отведено с незапамятных времён в двадцати верстах от Чумляцкого завода, на так называемой Елане, старом заброшенном курине, примыкавшем к реке Чусовой. Это было глухое медвежье место, по которому целое лето бродил заводской табун, лошадей в тысячу. Летом конных работ на заводе не было, и лошади отдыхали в посеве. Десять человек пастухов с мороком во главе отвечали за каждую голову, если не представят меченых тавром копыт. Пастушье дело самое проклятое, особенно когда лошадь отобьётся от своего табуна и уйдёт в горы. Извольте её искать на расстоянии сотни квадратных верст. Места кругом были дикие, и только кое-где засели глухие лесные деревушки. Всё лето пастухи перебивались в балаганах, а Никешка почти не слезал со своей кобылы, потому что на его обязанности было отыскивать отбившихся от табуна лошадей. Благодаря знанию местности и многолетним связям с конокрадами всей округи, он выполнял свою роль из года в год, как мы уже говорили, блистательно. Нынешнее лето проходило обычным порядком, хотя сам морок, видимо, скучал и заметно тяготился своей собачьей службой. «Чёрт на нём едет, что ли?» — удивлялись пастухи. «От хлеба отбился человек». «Стар стал, кости болят», — уклончиво объяснял морок. «Тоже, бьют, бьют человека, а к ненастью поясницу ломит. О, как!» Дело было не в пояснице. Морок обманывал самого себя. Он всё думал о Дарёнке. Семешилась ему в башку эта девка и не выходит. Стороной он уже слышал, что на фабрике Дарёнка защеголяла. И вились козловые ботинки, кумачный платок, ситцевые подзоры на юбках, стеклянные бусы на шее. А автором этих неотразимых для каждой поденщицы соблазнов называли заводского машиниста Мухачка. Вся фабрика галдела на эту тему недели две и не давала проходу Дарёнке, хотя дело это было самое обыкновенное. Вся бабья поденщица с солдаткой Матроной во главе на одну руку. Может быть, из всех заводских один Морок пожалел пропавшую не загрож девку. В своих разъездах по заводской даче Морок не один раз завёртывал на покос к Мирону. От Елани это было рукой подать. Тут же были покосы синельщика Ильи, чеботаря Калины. Тоже единственные люди в чумляцком заводе, как был единственный вор Никешка. Лучший покос, конечно, принадлежал здесь Яграньке ковшову, и Морок делал нарочно десять верст лишних, чтобы поругаться с ним. Страда на заводах – самое лучшее время. Весь народ в поле, и работа кипит. По ночам весело горели огни у покосных избушек, и по всем покосам катились весёлые песни. Старики, конечно, рады были месту, а веселилась неугомонная молодёжь. День-день сквозь косой, а вечером гулянка. Когда-то такое же веселье было и на покосе Мирона, но теперь не то. Настоящей рабочей силой являлся один старик Мирон, а остальные были все бабы. Старуха Арина, солдатка Матреона, Просковья и Дарья. Отделённые сыновья работали в свою голову, а Мирон управлялся один. Бабы, конечно, работали, но известно, какая бабья работа. То да не то. А тут ещё солдатка Матрёна куролесила. То одного приведёт, то другого. Да и сама ещё пьяна напьётся. Конечно, дивить на солдатку было нечего. Не покрытая голова и взять не с кого. Хуже было то, что и другие дочери своими дружками обзавелись. Один мухачек, с чего стоил, приедет вечером и начнёт куражиться. А худая-то слава далеко бежит. Старик Мирон всё это видел, но молчал. Да и что он мог поделать, когда сам посылал дочерей на фабрику? Нужно пить, есть, одеться. А сам он какой работник? Покосит до обеда, а после обеда лежит в избушке. Натруженные кости ноют. Спина болит. Каждый сустав ломит. Девки хоть и гулящие, а проворные. И работа идёт мало-мало. Вот только старуха Арина донимает своими причитаниями. У других и то, и другое, и десятое. Старый Мирон только вздохнёт. Конечно, старухе обидно. Раз, когда после обеда Мирон лежал в балагане и раздумывал свои невесёлые старые думы, кто-то подъехал верхом. Опять видно мухачек, подумал Мирон и притворился, что спит. Старичку! Послышался знакомый голос. Жив, Мирон! А? Это тылья? Около того. Это был не кешка на своей сивой кобыле. Нагнувшись, он пролез в балаган и с трубкой сел на порог. А ведь я-то тебя за синельщика принял, жалостливо заговорил старик. По голосу смешал. Ох-ох-ох, другие-то робят, а я вот лежу. Все будем лежать, ты своё обробил всё. Всё, философский заметил морок. Работы не проробишь, а тебе и замениться кем помоложе пора. Да, замениться-то некем. Мирон рад был живому человеку, которому мог пожаловаться на свою жизнь. Всё ж, суседи. Да и скрывать нечего было. Весь завод был на слуху. Посидел некешка, поговорил и уехал. А Мирон долго думал, зачем мог приезжать к нему морок. Так, шалый, решил про себя старик. А некешка приехала во второй и в третий раз. Сначала закинул заделье. Не видали ли пегой лошади? Потом хлеба выпросил. Солдатка Матрена подняла было его на смех, но Мирон её остановил. Худ он для себя, а не для нас. Оставь зуда, тоже суседи называемся. Однажды, когда старик вышел из балагана посмотреть на работу, он даже остановился от изумления. Покос доканчивали, и оставалось пройти последнюю мочаженку. Солдатка косила в березняке, а мочаженка досталась Дарье. Теперь Мирон увидел такую картину. Дарёнка сидела на траве и перевязывала порезанную вчера ногу. Около неё ходила по траве сивая кобыла, а в мочажнике работал некешка. И как работал! Только коса свистит. Старый Мирон залюбовался на эту настоящую мужицкую работу. А некешка так и прёт полосу за полосой. Могучий человек, одно слово. Вот бог работника послал, вслух проговорил Мирон, подходя к дочери. Некешка даже не оглянулся, а только поплевал на руки и ещё сильнее ударил косить. Дарёнка смутилась и хотела взять у него косу. «Постой! Дай кончить!» — отозвался Некешка, не глядя на неё. «На себя не роблю! Так хоть тебя заменю! Куда ты без ноги-то во соку полезешь, дура!» Пришла старая Арина и тоже полюбовалась на Некешкину работу. Старики даже вздохнули о собственных молодых годах. Тогда и у них работа горела в руках. А по пути вспомнили и про непокорных сыновей, работавших теперь на себя. А Некешка всё косил. Расстегнул ворот рубахи, бросил шапку, снял сапоги. «Ну, теперь прощайте», — сказал он, когда от мочаженки осталась одна зелёная щетина до валы свежей кошеницы. «А, куда это ты, Никифор?» — проговорил Мирон. «Осталась с нами поужинать». «Нет-нет, мне не досуг, спасибо». «Зачем свой-то покос людям сдаёшь, Никифор?» «Вот бы и робил на себя. Глядишь, на зиму и с сеном». «Эй, а для кого мне косить-то? Ну, прощайте». Некешка даже не взглянул на Дарёнку, сел на свою кобылу и уехал. Старики молча поглядели ему вслед и по обыкновению промолчали. Дарёнка тоже молчала. Она боялась, что Морока видела Матрёна. Загорелая, здоровая Дарёнка была девка хоть куда, если б не худая фабричная слава. Она долго стояла, не двигаясь, глядя на выкашенное место. Не испытанная ещё тоска сдавила её девище сердце. «Вот если бы она была замужем, то-то спорая пошла бы работа». Когда Дарёнка вечером пришла с косой на плече к балагану, старая Арина с какой-то особенной ласковостью посмотрела на неё и даже поправила выбившиеся из-под красного платка светло-русые волосы. Когда их глаза встретились, девушка поняла, что мать жалеет её, и это ещё больше защемило её сердце. Ночью Дарёнка тихонько плакала, не зная о чём, а старик Мирон лежал и думал. «Пожалел, Никешка, девку. Тоже вот, поди, шалый, а пожалел». Пятое. Наступила осень. Сивая кобыла опять бродила по улицам чумлянского завода на полной свободе. Значит, морок был дома, и его голова торчала из окна избушки. Было ясное осеннее утро. Земля, скованная первым морозом, звонко гудела под ногами. Издали было слышно, как катились телеги. Никешка сидел на своём посту и ждал, когда загудит на фабрике проклятый свисток. Он сидел в новой ситцевой рубахе, всклоченные волосы были намазаны коровьим маслом, и вообще в Никешке случилась перемена. В доме еграньки Ковшова происходило какое-то таинственное движение, и из-за косяков мелькали любопытные лица. А Никешка всё сидел, поджидая свисток. Ишь, тварина где-то наелась-таки. Вдруг удивился Морок, когда в конце улицы показалась сивая кобыла, направлявшаяся домой. Тот-то дошлая скотина. Приближавшийся топ от невидимых ног заставил Никешку оглянуться на противоположный конец улицы. Там от кабака Пимки медленно продвигалась целая толпа народа. Морок сразу узнал старусту, старика Мирона и понятых. Все шли не торопясь и остановились у избы Мирона. Вышла на улицу старуха Арина и запричитала, указывая на избушку Морока. Понятые смущенно молчали и только переминались на месте, как стадо овец, наткнувшийся на волчье логовище. Потом староста перешёл на другую сторону улицы, и все сгрудились у избы Ковшова. В окне высунулась голова самого Играньки и закричала. «Шо вы на него смотрите? Тащите волость! Вот и весь сказ! Невольно важное кушанье! До горячих ему залепить! Да в карц! Да пять горячих! Да...» «Оно, конечно, следует!» — соглашался староста, поглядывая на избу Некешки. «Даже весьма следует!» «Да...» «Не впервой, то есть три шкуры спустить, прежде сапоги до коней воровать, а теперь...» «Хм... Да...» «Берите его!» — орал Игранька, входя в азарт. «Прям за волосы волоките! Катай его!» Эти вопли не производили надлежащего действия на толпу. Мужики переминались, подталкивали друг друга и вообще не решались приступить к действию. Решительный момент наступил, когда к толпе присоединились чахоточный синельщик Илья и Чеботарь Калина. Под их предводительством толпа отделилась от избы Ковшова и через улицу направилась к избушке Морока. А Некешка все сидел в окне и со спокойствием записного философа ждал, что из всего этого произойдет. «Бей его! Катай!» — орал Игранька, перебегая от окна к окну. «Бери!» Не доходя несколько шагов до избушки, толпа остановилась. Наступил новый момент нерешительности, пока староста не приступил к исполнению своих прямых обязанностей. «Мы к тебе пришли, Морок!» «Вижу! Ну, так ты уж того!» «Да! Айда в холодную!» «Прежде сапоги воровал, а теперь девку чужую увел! Подавай Даренку, а самай да в волость!» «Ну нет, брат, шабаш!» — закричал Морок, показывая в окно кулак. «У Даренки свои ноги есть, а я шабаш! Будет!» «Не кешка, дьявол! Тебе добром, говорят!» Подбежавшая к окну старуха Арина хотела было схватить Морока прямо за бороду, но тот уклонился. Поднялся сразу страшный гвалт. Все кричали, ругались, показывали кулаки. Общественная нравственность была оскорблена и требовала отмщения. «Главное! Женатый мужик увел девку, да еще и увел у суседа! Это было невозможно!» Даренка действительно сидела в избушке Морока, бледная, перепуганная, плохо осознававшая, что происходило около нее. Она слышала только вопли матерей и не смела шевельнуться. «Что им нужно?» Даренка ушла к пропащему человеку не кешке, потому что это был единственный человек, который ее пожалел. На фабрике она переходила с рук на руки, как пущенная в оборот монета, и везде было одно и то же. Ее сначала заманивали, дарили что-нибудь для первого раза, напаивали водкой, а потом следовали побои, издевательства и позор. У одного никешки нашлось для нее теплое, ласковое слово, и она пришла к нему. Он такой сильный и не даст никому в обиду. Ей, как уличной собаке, так немного было нужно. А Морок стоял у окна, выпрямившись во весь свой рост, и ждал приступа со спокойствием решившегося на все человека. «О-о-о! Он теперь не даст им живой в руки, и даренку не даст! Пусть попробуют!» Дверь была заперта на задвижку, и чтобы попасть в избу, нужно было ее выломать. Чья-то рука уже пробовала ее, и никешка закричал не своим голосом. «Не подходи! Убью!» Этого было достаточно. И в окно полетели камни, поленьи и куски замерзшей грязи. Под слеповатые зеленые стекла вылетели с жалобным стоном, а переплет гнилых рам представлял собой плохую защиту. Из избушки в ответ на эту канонаду полетели какие-то черепки и целые кирпичи. Толпа, встретив такой ожесточенный отпор, отступила и опять наступила затишье. «Никешка! Говорю тебе добром! Выходи!» Попробовал еще раз староста усовестить разбойника. «Хуже будет!» «Убью!» Ревел Никешка, бросая из окна досками от развороченных палатий. «Не подходи!» «Паляй его!» Орал через улицу егранька, бегая у своей избы. Староста снял шапку, почесал затылок и, повернувшись спиной к избушке, морока проговорил. «Ребята, пойдемте домой!» По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин сибиряк» — сибирские рассказы. Номер карт 4817-7603-1059-6071 — это Сбер. 2200-701-7829-8104 — это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 — мой WhatsApp. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост — это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку! С любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok